Творчество Творчество Искусницы из объединения «Венец мастеров» рассказывали, откуда у них это желание творить. Я ходила в садик с лоскутками, и у меня было большое желание сшить кукли пальто. Я не знаю почему. Раньше делали дыры, складывали, вырезали, это было как платьишко, но мне хотелось пальто, я хотела с рукавами его. И я ходила, я сейчас воспитателем работаю, у меня есть дети. Я со страхом, допустим, что если у меня в подготовительную, когда будут дети, придут с иголкой и нитками, а я ходила, нам почему-то это было не страшно, нам это разрешали вполне. Потом была школа, я помню, в пятом классе я сшила сама себе комбинезон, в котором вполне сидит, причем из саржи. Я сама в него ходила по улице, у меня был замок вшитый, это был пятый класс. Во втором классе я сшила жилетку на машинке, прям вот мне надо было куда-то выступить, мне нужна была жилетка. Я так думаю, это оттуда. Я вспомнила свою первую поделку, я еще не училась в школе, жили мы в деревне, и я помню, что я кусочка пластилина отрезала один, потом поставила так второй, а у нас речка была, я поставила ракушку, слепила жемчужинку, и мне было так хорошо, она мне так нравилась, что мне захотелось ее подарить. И была девочка-старшеклассница, я на нее смотрела, я всегда думала, когда я вырасту, я тоже будет такая же красивая, вот как она. Я ей подарила вот эту вот свою первую поделку. А потом, понимаете, вот вся жизнь была по принципу, не знаю зачем, но оно мне очень надо. И видимо где-то у меня внутри вот это вот все прям бурлило, прям ключом било, но деревня, муж, трое детей, хозяйство, но некогда. И вот волей судьбы я оказалась в Саянске, понимаете. Вы переехали? Да, я переехала в Саянск. А потом, ну, наверное, джек-пот мне все-таки выпал. Это в лице моего мужа Сергея Егоровича. Который всегда здесь и поддерживает свою супругу. Он не просто поддерживает, он помогает мне во всем. Начав заниматься рукоделием в детстве, мастерицы словно растворились в своем творчестве. Изысканность поделок высоко оценивается на различных конкурсах. За искусное мастерство они удостаиваются престижных званий. В 2011 году Вериванной присвоено звание Народный мастер Иркутской области. А совсем недавно, в декабре месяце, пришло подтверждение о том, что Союз художников России, там была специальная комиссия, присваивает Вере Ивановне вот такой знак, да, звание. Вот, надо сказать, Народный мастер России. В музее была представлена еще одна выставка «Спешите делать красоту» юной рукодельницы из Кемельтея Маргариты Апаковой. Она очень творческая личность, она у нас где только не участвует, и танцует, и поет. И, ну, необычный человек она, очень жизнелюбивый, жизнерадостный, всегда на позитиве Маргарита у нас. Чем она только не увлекалась. Разные были техники, и на выставках, и она всегда, вот у нас есть традиционный ежегодный конкурс «Рождественский вертеп», и он семейным считается, у нас постоянно Маргарита, у нее есть еще младшая сестра Диана, она тоже участвует постоянно в выставках, и вот они постоянные участники этих конкурсов различных и различных выставок. На встречу мастериц были приглашены малыши, которые только начинают делать первые шаги в мир творчества, осваивая азы рукоделия. Ребята с большим интересом смотрели презентацию выставки, рассматривали поделки. По завершению встречи саянские мастерицы пообещали приехать в Кемельтей, чтобы провести мастер-классы по изготовлению поделок в той технике, в которой они работают. Живет повсюду красота, живет нигде-нибудь, а рядом, всегда открыта нашим взглядом, всегда доступна и чиста. Красота лечит души, правда? Правда. И это особенно важно в наше время – сохранять способность творить, не терять искусств и спреутворения, подаренную всем нам свыше от рождения. Для настоящего мастера его творчество – не просто любимое влечение, а состояние у него гомонной изобретательной души. Только при этом условии самые смелые, нестандартные задумки человек способен воплотить в диковинные, удивительные вещи. Тогда ему эта работа дарит отраду, наслаждение, а окружающим радость и восторг.